По данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, на начало 2023 года за счёт программы «Дальневосточная ипотека» жилищные условия улучшили почти 58,5 тысяч семей. Общая сумма, выделенных с 2019 года кредитов, превысила 245 миллиардов рублей. Хабаровский край вошёл в тройку лидеров по количеству договоров. С начала реализации проекта в регионе было выдано 8 тысяч кредитов на 34 миллиарда рублей. Программа лькотного жилищного кредитования работает на достижение основной цели. Улучшение жизни дальневосточников на обеспечение людей комфортным, современным и доступным жильём. Важно, что решением правительства России дальневосточная ипотека продлена до 2030 года. Это позволит выдать в регионе дополнительно до 170 тысяч кредитов. Жилищные условия смогут улучшить более 500 тысяч человек. Помимо роста качества жизни дальневосточников, продление программы окажет существенный положительный эффект на строительный рынок и рынок недвижимости в регионе. В первом полугодии 2022 года ввод жилья на дальнем Востоке вырос на 38%. На старте новые проекты комплексного жилищного строительства отвечают всем требованиям к современному жилью и социальной инфраструктуре. Продление ипотеки до 2030 года поддержит и строительную отрасль в Дальневосточном федеральном округе, отметил первый заместитель генерального директора корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева. К примеру, встретить новогодние праздники уже в собственном жилье, полученном по дальневосточной ипотеке, смогла молодая семья Кириченко из Хабаровска. Об этом они рассказали представителям корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. «По профессиям я маркетолог, мне 29 лет, а мой муж строитель», рассказала Наталья Кириченко. Дальневосточную ипотеку оформили в самом конце 2021 года в одном из банков, а в марте 2022 года мы уже получили ключи от новой трехкомнатной квартиры. Наш дом – часть нового жилого комплекса «Березки» в микрорайоне «Ореховая сопка». Это новый жилой комплекс в развивающемся районе. Здесь хороший воздух, много детских площадок, рядом расположены все необходимые магазины, есть школа и спортивный комплекс, услугами которого мы с удовольствием пользуемся. Она также отметила, что ежемесячный платеж по кредиту составляет 22 тысячи рублей, что для молодых работающих родителей является вполне комфортной суммой, сопоставимой с другими потребительскими кредитами. Ранее же семья снимала жилье почти за такую же сумму, поэтому кредит под минимальный процент стал для семьи хорошей инвестицией. Напомним, что взять кредит под дальневосточные ипотеки под 2% годовых можно почти во всех банках страны. Направить средства разрешено как на покупку жилья, так и на его строительство. Так, на строительство индивидуального жилья банками было выделено чуть более 6,5 тысяч кредитов. На общую сумму более 32,5 миллиардов рублей. Построить свой дом могут молодые семьи и участники программы «Дальневосточный гектар». Сегодня сумма кредита на ИСЖ по регионам Дальневосточного федерального округа составляет почти 5 миллионов рублей. По инициативе Минвостокразвития России и корпорации развития Дальнего Востока и Арктики условия программы постоянно дополняются и совершенствуются, отвечая на запросы жителей региона. В 2022 году программа «Дальневосточная ипотека» была расширена по нескольким параметрам. С июня воспользоваться программой могут педагогические работники, имеющие стаж работы по специальности не менее пяти лет в государственной или муниципальной образовательной организации, расположенной на территории субъекта Дальневосточного федерального округа. А также работники государственных или муниципальных медицинских организаций для Невосточного федерального округа, имеющие стаж работы не менее пяти лет. Для врачей и учителей требования к возрасту и семейному положению не предъявляются. Июньское постановление продлило возможность приобретению вторичного жилья на территории всех населённых пунктов Магаданской области и Чукотского автономного округа, а также распространило действия программы на вторичный рынок сельских населённых пунктов, включённых в состав муниципальных округов и формально относящихся к городским поселениям. Сейчас на Дальнем Востоке ежемесячные льготные кредиты на приобретение и строительство собственного жилья по самым выгодным в стране процентам и ставкам получают порядка двух тысяч молодых семей.